Региональное отделение «Народный фронт за Россию» проводит сегодня масштабную конференцию. Участие в ней принимают руководители рабочих групп общероссийского общественного движения и все, кому небезразлично будущее нашего региона и страны в целом. Работа форума разбита на группы, всего их четыре. Каждая отвечает за свое направление деятельности. Особое внимание фронтовики неизменно уделяют социальной защищенности жителей Неницкого округа. Рабочая группа «Социальная справедливость» под руководством Риммы Костиной работает с целью контроля за исполнением указов и поручений президента России в области социальной политики. В качестве основных направлений деятельности можно выделить здравоохранение, семейную политику и соцзащиту. В этом году рабочая группа начала свою работу с поисков справедливости в части оплаты капитального ремонта. Одинаковую сумму денег платят молодые работающие и пенсионеры, которые не работающие. Это тоже несправедливо. Поэтому мы провели круглый стол, на который пригласили Пасюкова, пригласили Сверидова. И пригласили наших активистов. И там выяснили, что этого так не должно быть. Что правительство должно пересмотреть это решение. И мы там вынесли свои предложения, что должно быть, кто-то освобождаться должен, кто-то вообще, кто-то должен платить меньше. Усилиями фронтовиков всей страны справедливые предложения попали в правительство. Наладить конструктивный диалог между жителями Ненецкого округа и представителями власти различных уровней – еще одна из задач фронтовиков. Этими вопросами занимается рабочая группа «Общество и власть» под руководством Матвея Чупрова. За время существования удалось достичь определенных результатов. Сокращались полномочия в Заполярном районе и в городе Наринмаре. Вот, а количество чиновников в городе Наринмаре оставалось тем же самым. Рассматривают вопрос, писали письма, обращались на разные уровни властей. Ну, результат, он где-то виден. Ну, как говорили, что в следующем году все-таки количество чиновников городской администрации будет сокращено. Особое внимание фронтовики уделяют образованию и культуре как основам национальной идентичности. Рабочая группа с одноименным названием под руководством Татьяны Бадьян ведет контроль за исполнением поручений президента России в области образования, науки и культуры. В числе ключевых моментов – критерии порядок выявления одаренных детей, доступность дошкольных образовательных учреждений. Особое внимание фронтовиков обращено на положение дел в сфере соблюдения прав детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на образование. Если в городе этому вопросу уделяется должное внимание, то как решать проблему на селе, отмечает Татьяна Бадьян. У родителей есть работа, они хотят жить на селе. И вдруг вот такая ситуация, когда ребёнок с ограниченными возможностями. Мы должны ему предоставить равный доступ к получению образовательных услуг в любом населённом пункте. Поэтому это серьёзная тема, которой мы будем заниматься. Мы будем обсуждать это на площадке 4 декабря. Под прицелом фронтовиков экономический блок. В центре внимания рабочей группы «Честная и эффективная экономика» – госзакупки, которые должны проводиться прозрачно в честной конкурентной борьбе. В 2015 году ряд наших мероприятий были посвящены, прежде всего, реализации 44-го федерального закона на территорию округа. И второй раз мы встречались по этой проблематике закупочной. Мы обсуждали те проблемы, которые в ходе реализации закона возникают именно у нас в районах Крайнего Севера. Были подготовлены рекомендации, были направлены собрания депутатов. И в том числе в результате этих предложений Народного фронта родился соответствующий законопроект. В состав рабочей группы вошли эксперты и общественные деятели, которые давно и плодотворно работают по каждой из указанных проблем.